Я вроде разобрался, как пользоваться этой штукой. Ну, в смысле, чтобы она не того. Не нервничала. Смотри, теперь я могу вот так вот прям, вот видишь, сделать, оп, и она уже не мутит. А раньше вы делали. Надо просто было ее развернуться, наоборот. Короче, знаешь, куда мы сейчас пойдем? Наверное, было бы для начала правильнее ответить, где я сейчас нахожусь. Нахожусь я в Мариуполе. Это квартирка, в которой я, ну, не то чтобы родился, но вырос и провел большую часть своей... Своей юности. Лет до... До 15, до 16. Может, даже до 17, я уже не помню. Нет, ну, можно вспомнить, там, озадачиться здесь, там, произвести умственные расчеты. Вот, так, в общем, дом детства. Вот, как видишь, это музей абсурда еще иногда можно назвать, если так внимательно посмотреть. Да, и сейчас мы с тобой, короче, потопаем. Вообще, мы ее дождемся с туалета. Еще есть не начала, уже это, в туалет ходит, без остановки. То есть, у меня тоже такой, спать, смотри. Это мы, короче, на Пангане купили, видишь, какой-то. Вообще-то, это я себе купил на Пангане. Просто так получилось, когда на Пангане приехал, я забыл свой, и почему-то смотрю, и я не пойму, это я на него смотрю, или он на меня смотрит. Говорит, купи меня, купи меня. Ну, я его себе купил. А ну, стекуручили. Ну, мне, как бы, не жалко что-то. Ну, вот, так что. У меня все вообще. Да. У меня-то есть с этим, в чем ходить. Дачи у меня, конечно, уже давно нет. Она продана. Мне интересно посмотреть. Там был посажен мною каштан. Лет 20 назад. Это лет 15 назад там был посажен. Там просто не знаю, что-то все очень плохо растет. Какая-то аномальная зона. Знаешь, есть аномальная зона, где все наоборот хорошо растет, а есть наоборот. И береза. Я вот, я думаю, вот я себе возьму, участок там где-нибудь светличном насажу, березок этих и буду через 15 лет доить березовый сок. Сейчас я тебе садик покажу. Так, ключики забираем, потопали все это. А вот сколько, как часто я выходил из дому, знаешь, вот с таким замочком, без ключей. Ой, да тут было забавно. А потом ты такой, короче, как этот, стоишь во дворе с мусорным ведром в этих бабушкиных тапочках, а больше никого нет. И мобильного телефона нет, никому не позвонишь, не скажешь, передай эти ключики. Вот забава была. Ну, теперь тут, конечно, все красиво сделали, даже в дверь по кнопочке. Так, смотри, что я тебе хочу показать. Вот это, короче, садик. Ну, я оттуда заходить не буду. В этот садик я, естественно, не ходил. В этом садике мы, ну, траву, короче, курили. Что мы еще сделали? В казака-разбойника играли. А самое увлекательное, что там было, это мы, короче, сторожиху дразнили. Там их было две. Вот это вообще забава. Куча дзебилов по этому, в восемь вечера подойдет в окно к бабке, настучится и сваливает. Настучится и сваливает. И одна была по добре, а так и тяжело было. А другая выходила с палкой, кричала, я вас поубиваю. А мы, а мы такие, короче, довольные, типа раздраконили. Вот сейчас вспоминаешь, да, театр абсурда. Лучше бы сидели, архитектуру бы изучали. Вон, как Коваль. Видишь, до сих пор человек архитектуру изучает. Так, ладно. Короче, мы отправляемся пешком. А еще знаешь, в чем прикол? Мы, короче, на дачу идем пешком. Навигатор показал, что дойти, ну, ориентировочно 50 минут. Ну, и не знаю, смотря как идти, может быть, чуть-чуть быстрее, может, чуть дольше. Но, когда я был маленький, ну, ма... Абрикос упал. Ну, как маленький там? Лет восемь, наверное, десять. Транспорт ездил плохо. Сейчас можно и на транспорте, в принципе, добраться. Но на транспорте тоже ты будешь сейчас добираться. Вот, только пока ждать, пока ехать, пока обходить. Мы на дачу добирались полтора часа. Ну, естественно, на троллейбусах, там, с тремя пересадками, потом с ожиданием автобусе. И в последнем автобусе у него еще нужно было, знаешь, вместиться. Так, ой, вот так и не покажешь. А пройти-то всего 50 минут. Ой, видите? А в этом доме у меня, короче, дружи, но уже не живет. Короче, сбежал в Саратов, короче, уехал с девочкой живет. Женился, молодой, семью завел. Молодец. Не то, что я. А я тоже скоро женюсь. Вот, раз тышь нас с Юлькой. Юлька какая-то, бабушка у меня, короче, знаешь, она мне какую херню заливает. Ладно, потом. Не, я же потом уже не скажу, я забуду. Короче, что я типа князь в каком-то там 25-м поколении. Но весь прикол в том, что мой папа не князь. И мой дедушка не князь. Я не знаю, что он типа как-то читается. Но у меня там есть родовая книга, там, я не знаю, с 1000 года написано. Вот, и Юля теперь, короче, княгиня, прикинь. Княгиня, княжна Згурская будет, прикинь. Все, давай. Жарко что-то. О, короче, смотри, куда береза доросла уже. Видишь, эти... Видишь, где уже верхушки. Там уже точно можно собирать березовый сок. Давно. А вот, короче, каштан. Каштану 20 лет. Ну, как тут слабенько, да, наверное, для 20 лет. А дуб, он тоже растет. Видишь, как однажды лукоморья, дуб зеленый. Золотая цепь над дубитом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Вот такой, короче. Этот друг у меня, Денис, короче, есть. Он как-то посадил желудь в бутылку на зиму. За зиму он зашел, а потом весной мы, короче, посадили. И вот он уже лет 15 растет. Ну, этому лет 20. Ну, это может меньше, чем 15. Сейчас я вспомню. Это был 2005 год. 2014. А еще, что можно сказать? Вот видишь, тут вишняк начало вести. Так, Юля, что ты там мутишь? Ну, я тут не посещаю. А смотри, ну, а какие мы абрикоски нашли. Офигеть, да? Мы, короче, сегодня вточили. Не, ну абрикоски мы уже понесли. Мы сегодня съели. Ты не поверишь. Ты не поверишь. По 2 килограмма мандарин. И где-то по килограмму апельсин. И по ананасу. Короче, не знаю. Даже что. Скоро плохо будет. Ну, в общем, раньше была у меня такая дача. Тут девочка приехала. А, кстати, девочка еще жили даже какое-то время. Ты прикинь, короче, это... Леха продал дачу, а потом, короче, с этой девахой еще месяц жил. Ну, может быть, бы и дольше, чтобы с ней жили. А может быть, и не жили. Вселенная сама распоряжается. Поэтому, знаете, это... То есть, ну, сама идея. Ты избавился от того, что тебе уже не нужно. Это покупает другой человек. Ему это нужно. Он собирается вкладывать туда деньги. Но это уже такой именно лютый когнитивный диссонанс. Мне кажется. Смотри. А Юленька кушает мандаринку. Мы долго шли, мне надо подкрепиться. Пока. Тяжело такие морозки переношу. У нас, короче, Новый год сегодня. Понял? Все. Бывай здорово. Итак, у нас сегодня первый день после семидневного воздержания цветы. Настроение хорошее. Это все в тонусе. Живы, счастливы, рады, здоровы. Во мне что добавить? Юль, ты когда запишешь три препарта, как ты 10 грамм грибов съела? Ты знаешь, я не публичный человек. Я вот это все равно ничего не знаю. Да я тоже не публичный, я только с другом общаюсь. Ну, окей, другу там, секретом не знаю. Ну, все. Короче, она тебе расскажет. И мы начинаем серию трансляций из сумасшедшего дома. Слушай, мы, короче, вчера еще зашли в этот супермагазин европейской одежды. Глянь, если я что купил, у меня теперь такая футболочка. Если я буду Макдональдс продвигать на этом, на мировом рынке. Макдональдс Кап. Купил себе. Вечером буду в Таиланде, вечерами темными гулять. Потому что черный цвет выгорает. Так знаешь, сколько футболку я купил? За 36 гривен. У меня даже дырочек нет. Вот чем прикол. Потом вот смотри, еще одну футболку за 36 гривен купил. Конечно, мячик это дурацкий наклеенный. Но сама футболка приятная, качество такое. Нравится мне секунды европейские. Тут даже какая-то такая футболка, значит, с виду, но это не футболка, это майка. Мчмд написано. Никогда майк не носил. Нет, носил, когда был маленький совсем. Тогда их все полнослили, а больше ни разу не носил. Но за 42 гривны. Знаешь, я смотрел, смотрел, вот это вообще новое. Может, не новое. А вот я купил такую старую, потертую. Ну, мне, значит, так понравилось. Аж вытер, выстирана за 24 гривны. Так что мне теперь будет, что в Таиланде носить. Если, конечно, мы тут куда беремся. А тут всегда такая штука, что может все отправить куда хочешь. Я тебе покаял, я уже сколько насобирал. Пить. Вот, да, у меня тут 356 крышечек. А, и там еще намывается немножечко. Ой, надо же пойти забрать баночек с собой. И там еще штук 80. Короче, скоро будет у меня котелочек. Ну, а ты чего молчишь? Я не существую. Вот так.